Привет, друзья, с вами Бора. Надеюсь, что вы все уже давно прошли задание серебряным серфером и находитесь в ожидании продолжения мощнейших зарубов. Можно с уверенностью сказать, что 500 тысяч золота и 3000 осколков пятизвездного кристалла за один бой на дороге не валяют. А перед тем, как мы начнем, я хочу выразить благодарность TX за продление спонсорской подписки на третий месяц. Большое спасибо! Настало время испытать силы в продолжении события Summoner Showdown и сразиться с Капитаном Марвел. На ячейках усиления мы с вами видим то, что активно специально атака 3, плюс 4000% к здоровью, потом еще плюс 300% к атаке и здоровью. В итоге выходит почти полтора миллиона здоровья. Довольно-таки нехило выходит, особенно если нужно будет проходить четырехзвездными чемпионами. Но где наша не пропадала? Также к заданию закрыт доступ всем мистикам. А теперь посмотрим основную ячейку, из-за которой весь сыр-бор. Здесь мы видим, что защитник может с 50% шансом активировать испепеление на атакующем после контакта. Данный эффект не сработает, если на защитнике активно кровотечение. Также на защитника не действует испепеление, а наоборот, активирует регенерацию 1% от максимального здоровья в секунду. 1% от полутора миллиона, это много. Далее мы видим, что кровоток на защитнике дает буст 200% к атаке. Еще Капитан Марвел генерирует дополнительно 2 заряда энергии, когда получает блок, парирует или активирует первую спец. Также следует не забывать о том, что Кэпко здесь имеет иммун к шоку. Сейчас видите Доктора Дума, он мистик, но видос от разрабов, а им можно все. Также тут есть ячейка с агрессией. На самом деле ничего сложного для персонажей с кровотоком. К вашим услугам, Блэйд, Ник Фьюри, Х23, Росомаха, Уорлок, даже Архангел. Да, у Капитан Марвел иммунитет к отравии, повесить нейротоксин не выйдет, но через тяж атаку можно спокойно навешать с десяток кровотоков. А если еще и глубокие раны вкачаны, то вообще пушка. Не забывайте про буст к атаке в 200% при кровоточищем защитнике. Можно еще подумать про Кивмонгера. Гвинбул отпадает, так как может повесить испепеление. Есть еще самый крайний и супер запасной вариант, о котором я вначале подумал в шутку, потом подумал о том, что это будет неплохое испытание в духе прохождения нашего шведского приятеля. Я имею ввиду прохождение за домино, но должно очень хорошо повести и очень много раз, чтобы за счет крови вытянуть бой без резок. Что касается человека факела, то похоже, что он может не кисло так разнести щекепки. Да, урон от пепла не пройдет по ней, но все мы знаем, что за каждый эффект испепеления, под действием которого находится противник, его эффективность регенерации снижена на 20%. И если верить информации с сайта о написании чемпиона, то мы попросту можем обернуть регену негативную сторону, навесив на нее испепеление и не париться. Исходя из этой логики, нам нужно будет 6 эффектов испепеления, 5 пойдут на то, чтобы реген заглушить, а 6 для того, чтобы обратить. Движуха в духе прохождения сложных чемпионов двухзвездным Ронаном для тех, у кого куча усилков, или кэпом ВБ с высокой коронкой для обращения регена. Похоже, что нас ждет изичное задание. Что ж, задание выходит завтра, вот и посмотрим. Я очень надеюсь, что вы не забудете поставить лайк на видео, а также ставить комментарий. А если вы еще не подписаны на канал, то милости прошу к нашему шалашу. Не забудьте включить оповещения о новых видео и стримах. Спасибо за просмотр, с вами был Бора. Желаю вам хорошего дропа, пока! Субтитры сделал DimaTorzok